К нашему эфиру присоединяется Михаил Пашков, директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Михаил, приветствую вас в эфире Freedom. Рад вас приветствовать. Михаил, вы вот уже несколько высказались в сюжете моих коллег, но пригласили вас в эфир для того, чтобы более полноценно эту тему раскрыть. Ну, европейские спецслужбы так или иначе знали, что есть российские шпионы на территории Европы. Это, мне кажется, был ни для кого не секрет, еще до полномасштабного вторжения в Украину. А как вы считаете, правильно ли они оценивали специфику работы этих шпионов? Потому что, мне кажется, их рассматривали более, как, знаете ли, таких шпионов, которые преследуют какие-то, ну, может, политические цели. Они ведь действуют как самые настоящие диверсанты. Может быть, отчасти вы правы в том плане, что в предыдущие годы несколько была иная модель, иной формат действия российского шпионажа в том числе. Это объясняется рядом причин, на мой взгляд. Вот активизация силового такого использования уже агентурной сети, она, мне кажется, обусловлена рядом причин. Во-первых, это эволюции позиций стран Европейского Союза, более активной поддержки Украины и решительных шагов по этому направлению. С другой стороны, дело в том, что вот этот ряд глобальных мероприятий, о которых мы с вами говорим, это тоже является предметом и целью российских гибридных атак. И еще есть очень важные причины. Как мне кажется, с одной стороны, это поступление военной помощи Запада, на который Россия таким образом реагирует. А с другой стороны, это так называемое сокращение каналов мягкого влияния Кремля, которые он раньше использовал. Я имею в виду это блокирование российских средств массовой информации, спутник Russia Today. Это исключение России из весьма большой группы международных организаций, где она имела свою трибуну для продвижения своих нарративов. Я имею в виду в том числе и, например, Совет ООН по правам человека, и Совет Европы, и Парламентская ассамблея ОБСЕ, и Международная ассоциация гражданской авиации, и Комитет ЮНЕСКО, и Федерация журналистов, и прочее, прочее, прочее. И плюс ко всему, это в минувшие годы произошла массовая высылка российских дипломатов из стран ЕС. Вот один из руководителей британской спецслужбы МИ-5 говорил о том, что только в 2022 году численность российских чиновников, которая была выслана из стран Европы, достаточно велика, и более 400 из них были определены как шпионы и высланы. То есть вот эти вот каналы, они сократились, и поэтому речь идет о активизации, в том числе ангитурных сетей, вот в формате уже более жесткого силового такого воздействия. И примеров тут очень много. Вот за последнее время только даже можно привести примеры такие вот. В Германии, например, изоблачена российская сеть компьютерного шпионажа. Прокуратура Бельгера следует финансирование Москвой некоторых депутатов Европарламента. Прошла масса очень сильная кибератака России против Германии и Чехии. Норвежская спецслужба выявляет агентов российской разведки. И власти Норвегии выслали 15 сотрудников российского посольства. Плюс, скажем так, в Баварии арестованы граждане Германии и России, замышлявшие поджоги. В Швеции расследуется серия железнодорожных катастроф, связанных, возможно, тоже с актами саботажа. То есть таких примеров очень много, но можно приводить. Я бы только добавил, знаете, что еще? Наверное, очень важный такой момент – это ядерный шантаж. Вот самый последний пример – это про заявление России о проведении учений с использованием тактического ядерного оружия. Вот это вот еще добавление в арсенал гибридного воздействия, которое включает в себе и шантаж, и агентурную деятельность, и гибридное влияние в том числе, и самые разные формы и методы подрывной деятельности. И вот как раз вы о Германии вспоминали. Я хочу тоже на примере Германии озвучить информацию и затем задать вам следующий вопрос. В конце апреля прокуратура Дрездена начала расследование против евродепутата Максимилиана Кран, топ-кандидата на выборах в Европарламент от ультраправо-альтернативы для Германии. И его подозревают в том, что он получал деньги от России и Китая. Перед этим прокуратура арестовала Диане Гоу, помощника Максимилиана Кра, которого обвиняют в шпионаже для Китая в течение многих лет. Он следил за выехавшими в Германию китайскими оппозиционерами, ну и передавал информацию из Европарламента. Вы приводили много примеров, как действует российский шпионаж в разных странах. Но видите, разные страны по-разному реагируют. Я имею в виду сейчас страны Европейского Союза. По-разному реагируют в определенных вопросах, в принципе, на противодействие России. Вот, например, возьмем тему замороженных активов. Ведь Германия — это одна из стран, где наибольшее количество этих замороженных активов. Но все-таки Шольц еще боится каких-то провокаций. Так вот, как вы считаете, есть какие-то красные линии теперь не со стороны Европы перед Россией, как Путин постоянно заявлял, а со стороны России, например, для той же Германии? Что должно произойти, чтобы Шольц понял, что, ну, в принципе, уже как бы и не особо есть чего бояться? Нет, но мы же с вами видим, что вот в последнее время эти красные линии, они бледнеют и так расширяются. Я имею в виду и заявление Макроуна, да, общеизвестное, вот, и британское согласие по использованию британского оружия в отношении России. То есть, да, ситуация меняется. Ситуация развивается в том плане, что все меньше и меньше остается некоторых ограничений. Запад понимает, что, все более понимает, что Украина использует все необходимые средства для защиты, которые ей предоставил Запад в качестве, ну, так бы говорится, именно тех средств, которые необходимы для защиты. Это, может быть, так слишком витиевато сказано, но, тем не менее, понимаете, дело в том, что все же и Германия, и Франция, и Лондон в том числе, вот, они прошли очень серьезную эволюцию взглядов и позиций, и оценок в отношении России. Вот, те же самые лидеры Британии, например, два года назад, или лидеры Франции, вот, они несколько иначе представляли в себе взаимоотношения России и стран Запада. Вот, а сейчас, сейчас для нас принципиально важно то, чтобы вот эта глобальная стратегическая инициатива Украины относительно саммита мира, чтобы она прошла эффективно и с максимальной отдачей. И вот, именно на эту сферу, вот, на этом мероприятии будут сориентированы, как раз, российские гибридные агрессии, российские атаки. Используется очень много компонентов самых разных для дестабилизации ситуации. Вот, речь идет, знаете, о массовых информационных кампаниях, которые так или иначе проходят, в том числе, в системах массовой информации. Вот, это вмешательство внутренней процессы в ЕС. Вот, ближайшие выборы, свидетельство тому и обеспокоенность западных лидеров. Это дискредитация структур европейских через различные информационные средства и агентурную сеть. Это работа в среде соотечественников, инспирирование массовых публичных акций. Это поддержка праворадикальных сил, которые выступают, скажем так, в сферу скептических позиций против американского влияния, влияния НАТО. Это разведывательно-шпионская деятельность, диверсионно-подрывная, в том числе, вот, это массовые хакерские атаки. То есть, ну, тут много очень инструментов и средств, о которых мы с вами говорим. И вот они сегодня используются по максимуму. И наиболее, может быть, активно будет использоваться в том числе вот эта силовая составляющая, гибридная агрессия, о которых мы с вами говорим. Для Запада, для России наиболее важным является дестабилизация ситуации, поддержка деструктивных сил и попытка сорвать или блокировать эти важные мероприятия, которые будут проходить в июне-июле месяца. И плюс, я еще добавлю, осенью будут тоже выборы. И причем выборы очень важные в странах ЕС. Я бы отметил в данной ситуации важность выборов в Молдове и Грузии, где Россия будет использовать максимально активно свое влияние. Грузия сейчас стоит на развилке между Европейским Союзом и Азиатским направлением. В Молдову будут проводить президентские выборы и параллельно референту по вступлению в ЕС. Вот недавно, пример небольшой, недавно в Москве как раз прошел съезд такого беглого олигарха Илона Шора, который организовал свою партию, новую партию, предвыборный блок, так называемый Победа, Виктория, который будет, очевидно, принимать участие тем или иным образом в выборах в Молдове. Вот это вот пятая колонна, которая формируется в Москве. Таких примеров достаточно много. И в данном случае и западные лидеры, и наши партнеры в Молдове и других стран должны это учитывать и принимать соответствующие меры. Михаил, вы сказали про силовые провокации, также в числе многих, которые может прибегнуть Россия. Но ведь мы понимаем, что Россия НАТО не потянет. И есть у меня предположение, что и в Кремле это должны понимать. Считаете ли вы, что вот эти все провокации будут рассчитаны на том уровне, чтобы якобы у НАТО не было веских причин на силовой ответ на такие провокации? Или все-таки уже крышу снесло? Нет, вы знаете, тут можно говорить и так, и так. Будет так или иначе идти силовое тестирование стран НАТО. Причем таких примеров уже было достаточно много. И, знаете, залеты истребителей российских в воздушное пространство, в нейтральной том числе и другие разные провокации. То есть я думаю, что ситуация будет развиваться вот именно в плане более такого жесткого противостояния с возможной серией тех или иных силовых действий, которые вряд ли будут, скажем так, носить какой-то глобальный характер. Знаете, я бы еще отметил другой очень важный момент, о котором мы не должны забывать. Ведь речь, вот когда мы говорим о противостоянии коллективного Запада-России в контексте возможных диверсионных действий, мы не должны забывать, что вот это противостояние, оно имеет более глобальный характер. И речь в данном случае идет о поляризации в целом мирового сообщества. Вот эта конфликтная зона, о которой мы с вами говорим, это определенный паста более глобальной конфронтации. И в данном случае мы говорим о конфронтации коллективного Запада, стран демократического мира и стран авторитарного лагеря, в который мы можем включить и Россию, и Иран, и Сирию, и Китай, и КНДР, и Белоруссию в том числе. То есть вот это глобальное измерение, оно тоже будет сказываться на противостоянии на европейском континенте, оно уже сказывается. Поэтому есть региональная и глобальная составляющая вот этого обострения ситуации. Но я подчеркну еще раз, речь идет в большей степени о целенаправленном воздействии на мероприятия, которые будут проводиться нынешним летом, в июне и в июне. Вот это цель, и это одна из задач российской гибридной экспансии, которая была и которая ныне достаточно активизировалась накануне этих событий. Михаил, знаете, у нас в эфире звучало мнение, что противодействие диверсия может выражаться в наращивании помощи для Украины, и все-таки я думаю, что наши партнеры с этим солидарны, и хотелось бы надеяться, верить, что их решимость будет только увеличиваться. Вас я благодарю за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Михаил Пашков, директор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова